Уже 12-й год, последом раз в месяц, иногда два раза в месяц, мы проводим заседание студии «Зелёная лампа». Это не учебный процесс, это общение. Общение и чтение своих произведений. Конечно, грустно, что пандемия выбила из обычного ритма жизни студию, но действительно читать стихи, прозу можно и через компьютер. Я думаю, что мы начнём, и если окажется интересно, это можно будет продолжать, пока Одесса не выйдет из красной зоны. Тем более, что есть что продолжать всё время. Этот год был очень насыщенный. Вот только что получил номер журнала «Радуга» Киевский. Тут и лицензия на последнюю книжку Эфима Ярошевского, и стихи одной из участниц нашей студии Ани Малицкой. Много стихов, хорошие стихи. Тут русские стихи. Она пишет и на русском, и на украинском языке. Взял пяток книг, сверху лежавших рядом со мной. Этот роман Буриме исчезла. Тут, по сути, десяток членов студии создавали этот роман Буриме. Это уже третий роман Буриме. Он вышел в начале вечерней Одессы, а теперь и книгой. И мы приступили к четвёртому роману Буриме. Могу приблизительно сказать название «Происшествие в Южной Буриме». Это будет такой, опять-таки, полудетектив, полуверонический текст. На что получится увидим в конце, когда допишем до конца. Очень обрадовался книжке, которая вышла у Юлии Меллик. Стихи чистые, прозрачные. То есть, стихи почти, я бы сказал, в человека, не затронутого всеми бурями нашего идиотского времени. Она остаётся самой собой. Она пишет ясные, красивые, волнующие стихи для своего читателя. И я уверен, что у неё этот читатель есть и будет дальше. Ещё показываю книжки. Это проза «Яный желток» её рассказывает. Это стихи «Бабущак». Она пишет и на русском, и на украинском языке. Это книжка украинских её стихов. И роман Ани Вихалёвской. Очень рад тому, что у неё вышел роман. Это до этого у неё выходила книжка рассказов. А теперь уже роман. И главное, у неё лежат ещё написанные детства. Это значит, что впереди многое может быть. Я не взял с полки книжку Критнянской. Это большая работа, посвящённая Великой Отечественной войне. «Диалоги с людьми» провела Лика Критнянская. И вроде бы книжка вышла. Книжка чуть ли не в шестой страниц. А она продолжает и продолжает писать. Присылает мне очередь, встречи с новыми людьми, которые уже сами хотят увидеть её. Потому что она записывала и записывает не только участникам. Их всё меньше и меньше. Но и детей участникам, внуков участников. Какие документы остались в доме. Какие вопросы. Многие не знают, где похоронены их близкие. И Вика научилась через интернет находить все эти места и так далее. То есть огромная поисковая работа. И, конечно, заслуживает любого самого пристального внимания. Лена Андреевичкова написала за последнее время три пьеса. Одна из них уже несколько раз. Была показана эта монопьеса на одного актёпа. Она исполняет её вместе с Петруховым, пианистом. Вторая ещё вот лёживается. Вот третья, только написанная в ближайшие дни, 23-го числа, будет показана в Музее современного искусства в рамках фестиваля «Без мерж». Это фестиваль, который проводит Юлия Пилявская, живущая в Барселоне, и Лена Бришполец. Надеюсь, что, опять-таки, интересно и рад был бы, если бы наши слушатели ходили на этот фестиваль. Если, опять-таки, красная зона не помешает его поведению. Вот такие вот дела у нас в студии. Студия живёт. Хочу очень надеяться, что она будет жить дальше. Появляются новые молодые авторы. Вот в последнем выходящем сейчас «Армональке» мы печатаем, ну, совсем молодого, я бы сказал, юного автора. Это Никита. Ему, насколько помню, 9 лет. И уже вполне грамотные стихи. Конечно, это только начало, но ощущение того, что потенция в этом мальчике хорошая. Дай Бог, чтобы он продолжал писать и дальше. Вот, пожалуй, всё. А теперь буду рад, если вы будете слушать время в времени по компьютеру стихи и прозу участников студии «Зелёный аланг». Субтитры создавал DimaTorzok